Эксперты Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан взяли на контроль ликвидацию последствий выявленных нарушений на реке Ярксу в городе Хасавюр. Поводом послужило обращение инициативной группы жителей пригородного поселка Заречный, обеспокоенных экологическим состоянием реки и прилегающей к ней территории. Воду из реки в ряде населенных пунктов используют для бытовых нужд. Несколько лет назад через речку был построен мост, а на нем незаконно организован рынок. Все отходы владельцы и работник торговых точек сбрасывали прямо в реку. Сюда же были выведены экономические стоки, говорит житель поселка. В 60-м году, Заречка это построил в 60-м году. После 60-го года здесь была просто красота, чистота. Речка была чистая, люди пили оттуда воду. Сейчас посмотрите, вы видите, с чего она превратилась. Там понастроили, этот мусор привозят, вываливают, специально вываливают, чтобы этот мусор потом гравиум покрыть. Там что-то построили, устье реки. Как это, устье реки, что-то можно построить, я не знаю. Может, где-то это принято, но просто представления нет. Я в 60-м году приехал сюда, с Казахстана, я живу с 60-го года здесь, когда здесь еще ничего не было, только сады были. Но до того чисто все было, до того чисто. Эту воду мы черепали, ведрами наши мамы брали, мы ее пили, эту воду. А сейчас попробую, выпей эту воду. Там туберкулезная больница сливает свои стоки туда. Здесь, говорят, в каждом рынке 60-70 туалетов, говорят, сливают туда. А мусор, вы сами видите, вот сфотографируйте, посмотрите, чего превратилось в устье реки. У федеральной трассы предприимчивые граждане засыпали участок, расположенный на берегу реки, и организовали там автостоянку. Такое отношение к окружающей среде грозит серьезными экологическими проблемами. Мы приглашали специалистов Роспотребнадзора, Росприродонадзора, которые должны были следить за соблюдением санитарного и природоохранного законодательства, а также депутата Народного собрания республики от данного избирательного округа для совместной проверки, но никто из них не откликнулся, говорит он. По словам местных жителей, они несколько раз обращались к контролирующим органам, но реакции не последовало, отметил активист Народного фронта республики Дагестан Магомед Магомедов. Дело в том, что неоднократно в наш общественский Народный фронт обращалась инициативная группа заречной части города Хасавюрта с данной проблемой. Вот сегодня было решено выехать в данный участок. Вот, как вы видите, на самом деле годами, и по словам жителей этого микрорайона, годами сложилась эта картина. Здесь мусорные, не то, что просто некоторые пакеты, вот, можно сказать, большие свалки. Втекают, есть рядом кафетерии, есть сангузлы, все это втекает вот в эту воду. По словам жителей этого поселка, вот эту воду, они, наши виды, эти водой пользовались. Здесь их дети пугались. Но сейчас, вы видите, как сюда детей запустят, будет полная антисанитария. Ну, не знаю даже, мы с представителями нашего движения, мы постараемся решить данную проблему и будем над этим работать над этим. В ходе осмотра территории активисты Общероссийского народного фронта выявили и другие нарушения. Обеспокоенность общественников вызвала хаотичная застройка вдоль русла. Эксперты народного фронта не исключают, что если пройдет большая вода, под мостом образуется затор и прилегающие территории затопят. Проверка активистов народного фронта в Дагестане вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. Уже утром следующего дня сотрудники муниципального унитарного предприятия ХАС благоустройства очистили русло реки от мусора. Но выведенные к реке канализационные стоки продолжают отравлять воду и загрязнят окружающую среду. Ассалам алейкум. Вчера приезжали журналисты, не знаю откуда, снимали свой ролик про наш город Хасавюрт, как люди выбрасывают мусор, сделали из этого города свалку. Сегодня вот решили убрать мусор. Вот они. Большая просьба к журналистам, приезжайте почаще наш Хасавюрт, пожалуйста. Баланс и содержателем отрезка реки Аярксу, проходящей через город Хасавюрт, является территориальный отдел водных ресурсов Западно-Каспийского бассейнового водного управления Республики Дагестан. Региональное отделение Народного фронта намерно добиваться устранения всех нарушений и проведения территории русла реки в порядок. Общественники обратились в администрацию города Хасавюрта и балансы содержателю и направят повторное обращение Росприродонадзор, Роспотребнадзор, Министерство экологии и природных ресурсов, Природоохранную прокуратуру Республики Дагестан с просовой провести совместные мероприятия по очистке русла и берегов реки и не допускать повторения ситуации. Информация подготовлена пресс-службой Общероссийского народного фронта Республики Дагестан.